Министр в инкубаторе. Чем удивляет заречный чиновников? Открывайте полиция. В городе проходит неделя безопасности. Кто сказал мяу? Международная выставка кошек завершена. Здравствуйте! В эфире программа «Детали дня» в студии Данил Кальдышевский. Бизнес-инкубатор в Заречном на днях посетил министр промышленности и науки Свердловской области. На самой инновационной области площадки для предпринимательства Александр Петров обсуждал, как осуществить партнерские отношения между государством и бизнесом. Чему удивлялся чиновник и как Заречному стать технопарком, узнаете в сюжете. Министр промышленности и науки исследует 2500 квадратных метров бизнес-инкубатора, административный, производственный комплекс и даже подвальные помещения. На таких масштабных площадях располагается около десятка производств. В их основе инновационной разработки. Каждому есть чем удивить высокопоставленного гостя. Врок службы светодиода 50 тысяч часов. Вот такого светильника. Обычные люминесантные лампочки 8-10 тысяч часов. То есть он служит в 5 раз дольше. Вместе с министром в Заречный приехали и директора технопарков из других городов области. Всем им рассказывали, как бизнес-инкубатор помогает предпринимателям реализовывать их самые смелые и современные идеи. Для начинающих на первом этапе здесь создают самые щадящие условия. Так называемый комплекс базовых услуг включает в себя аренду, тепло, охрану, уборку помещений и офисные услуги. В дополнение к этому интернет, телефон и электричество. Словом, все для того, чтобы маленькие цыплята бизнеса превратились в самостоятельных птиц, говорили сегодня министру. Польза такого ноу-хау для города в данном случае в дополнительных рабочих местах. Рассказали сегодня министру и о том, что выращивание инноваций обречено натыкаться на подводные камни. К слову, предприятие, занимающееся производством яхт в Заречном, уже несколько лет не может подобрать себе поставщика ветровых стекол. Таких производств попросту не существует в нашем регионе. Но министр на эти трудности смотрит несколько иначе. Но если есть техническое задание, дайте техническое задание, потому что в нашей области можно сделать все, что угодно. О том, что нужно делать, собравшиеся говорили сразу после экскурсии. За круглым столом обсудили вопросы государственного и частного партнерства. Первым делом министр высказал свое мнение об увиденном. Интересные темы, интересные проекты мы здесь увидели. То есть с точки зрения Министерства промышленности и науки я бы поддержал все эти проекты, поскольку я считаю их достаточно актуальными для Свердловской области. Об актуальности Зареченских проектов шла речь не случайно. Министр и его коллеги собираются взять на вооружение полученный опыт и перенести его на всю область. Сейчас в Госдуме в первом чтении приняли закон о технопарках. Это, по мнению собравшихся, должно стать хорошим толчком для развития инновационных производств на территории Свердловской области. Вот только, чтобы Заречному стать полноценным технопарком и получать соответствующие льготы, нужно создать, по крайней мере, еще один бизнес-инкубатор. Площадь технопарка по новому закону должна быть не менее 6000 квадратных метров. Данил Кельдушевский, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. Акция «Неделя безопасности» стартовала в отделении по делам несовершеннолетних Заречного. В течение семи дней инспекторы вместе с участковыми будут устраивать рейды по неблагополучным семьям. Полицейские проверят, в каких условиях живут дети, чьи родители злоупотребляют алкоголем. Один из таких рейдов прошел накануне. Александр Кузнецов расскажет детали. В Гагарку инспекторов в очередной раз привели обращение граждан. В полицию соседи 32-летней Светланы позвонили после того, как увидели ее двухгодовалого ребенка, бегающим по улице в одной майке и без обуви. Сотрудникам ОДН соседи рассказали, в пятницу мать малыша выпивала в компании знакомых, а потому ей было не до сына. Однако сама Светлана виноватой себя не считает. Я не пила, Олеська пила только. Димка, в каких условиях сделала? Тонко жерень так у нас бегает, в деревне, и что я не в квартире живу. Условие позволяют раздвутым бегать ребенку? Он думал, в гад, он выскакивает, бывает, на улицу, и сегодня опять выскочил у меня. На данное время, пока есть, сделано просто предупреждение. Если подобный случай повторится, она будет вновь привлечена к административной ответственности. Как рассказывают сотрудники ОДН, Светлана частенько злоупотребляет алкоголем. Ранее бутылка уже стала причиной лишения ее родительских прав в отношении троих детей. Поэтому и сегодня за ней ведется особый надзор. Еще одна проблема этой семьи в отсутствии нормального жилья. Дом, в котором они сегодня проживают, признан аварийным. А другой жилплощади им пока не дают. А вот на улице Набережной, что в Мизенском, с домом оказалось все в порядке. По крайней мере, внешне. Изнутри посмотреть на то, как живет очередной подопечный инспекторов, не удалось. На стук в дверь и на звонки так никто и не откликнулся. Приехала семья с несовершеннолетним ребенком. Его должен родиться еще один. Семья приехала из Белоярского района. В Белоярке семья состояла на учете. С садиком-то не решили вопрос. А вот еще одни знакомые полицейских. Эта семья состоит на учете практически во всех отделах профилактики. Биологический папа полуторагодовалой Даши никак не желает признавать своего отцовства. Отношения у молодых людей тоже не зарегистрированы. Никто из родителей не работает, скажем, не этот папа биологический. Мама сидит, получается, в отпуске по ходу за ребенком. Центр семьи им регулярно помогает материально. Где вещи, где продуктовый набор, где какая-то помощь еще. И подобная помощь требуется многим зареченским семьям. Сегодня на учете в отделении по делам несовершеннолетних Заречного состоит 49 неблагополучных семей. Больше половины из них инспекторы планируют посетить на этой неделе. Александр Кузнецов, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. Пенсионеры Заречного сегодня обсуждали, как сделать свою жизнь лучше. В рамках областной программы «Старшее поколение» всем предлагалось написать свои просьбы и пожелания правительству. Впрочем, особого ажиотажа эта программа не вызвала. Как оказалось, зареченцы мало в нее верят. Это ведь сказка. Это что там написано, этого в действии ничего нету и не будет никогда. И успокойте свои души. Вот это мы уже проходили, что нам будут давать по сниженным ценам что-то, какие-то магазины будут. У нас уже был магазин «Ветеран». Это пройденный этап. О том, что еще планируется сделать по программе «Старшее поколение», Клавдия Васильевна узнала еще в апреле. Информацию прочитала в областной газете. Особенно актуален для пожилой женщины вопрос здоровья. Клавдия Васильевна, как и многие здесь присутствующие, жалуется на бессердечное отношение медицинских работников к возрасту. Зареченскую медико-санитарную часть старшее поколение считает, нужно обменять в корне. Главная просьба в рамках этой программы – подумать о льготном протезировании. Очередь пенсионеров на оказание этой услуги бесплатно растянулась уже на пять лет вперед. Вообще в программе «Старшее поколение» пять разделов. Помимо здоровья, вопросы, касающиеся безопасности жизни и социальной поддержки старшего поколения. Внести свои предложения в программу «Старшее поколение» просто. Надо заполнить специальную анкету в брошюре. Брошюру, кстати, распространяли по Заречному тиражом тысячи экземпляров. В области, в свою очередь, уверяют – на реализацию программы «Старшее поколение» деньги будут. В программе запланированы определенные денежные средства, которые не поступают в местный бюджет или на счета общественных организаций. Это средства, которые выделены на развитие центров социального обслуживания населения, которые и являются основными исполнителями программы на территориях. К весне готовимся с осени. В Заречном прошла выставка-ярмарка «Сад и дача осень-2011». Для посетителей были представлены продукты растенеевоческих питомников Свердловской и Челябинской областей, Пермского края и города Шадринска. Все желающие также могли научиться печь красивые пироги. В каких восточных красавиц пытались любить зареченцев на выставке, узнала Екатерина Тонких. Владимир Повар из Кисловодска. Зареченцами делятся мастерством красивой кухни. Пять минут и украшения для будущего пирога готовы. И ваш праздничный пирог так будет красиво смотреться. Красоту в дом, хоть и несъедобную, зареченцы могли купить у Маргариты Маратовны. На продажу из Екатеринбурга она привезла своих цветущих детей. Вот эти экзотические растения впервые в Заречном. Бугенвилли родом с Востока, отличается хорошим здоровьем, очень любит чистоту и воду. Маргарита уже 10 лет занимается разведением девичьего винограда. Так Бугенвилли называют на Востоке. Надеется, что зареченцы тоже полюбят его. Так это наши дети, мы же их любим, воспитываем. Вот это все наши дети, вот это дети. Совсем это малыши, это подростки, это уже более-менее взрослые. Оксана Гриб любовь к растениям разделяет точно. Архитектор ландшафтного дизайна работает с разными растениями. Она помогает людям создавать зеленый рай во дворе их дома. Это вне пространства и времени что-то такое просто, знаете, гармоничное какое-то создание. Сад – это живое существо. Для красивого и цветущего сада на ярмарке можно было найти все. Здесь семена и кустарники, цветы и ягоды. Всего 60 участников. Наименований товаров на порядок больше. Весь товар, уверяют организаторы, сертифицирован. Чтобы это был качественный товар, то есть мы с этим боремся и стараемся, чтобы наши граждане не страдали от покупок всякого контрафакта. Ида Алексеевна с мужем нашли здесь для себя яблоню. Говорят, по ярмарке на площади у Дворца культуры прогулялись с удовольствием. А все есть. Ассортимент большой, поставщиков много. В общем, все виды. Выставка «Сатый дача» проходит в Заречном уже в третий раз. Она путешествует по городам каждую осень и весну. В ближайшее время ярмарка развернется в городе Верхний Уфалей, Челябинской области. Екатерина Тонких, Александр Кузнецов, Иван Козырев. Детали дня. Акция по очищению источника успешно стартовала. На минувшей неделе мы обратились с горожаном с просьбой спасти родник «Восход», что в двух километрах от Заречного. На просьбу откликнулись почти 30 зареченцев. Катерона черпаш, я уберу. Родник ожил. Жизнь радуется. Спасать родник пришли более двух десятков человек, в том числе 16 детей. Многие из них ученики первой школы. Добровольцы убрали прогнивший сруб и поставили свежий, осиновый. Разобрали провалившуюся гать и частично соорудили новую. Вместе с тем ребята почистили и сам родник от сточных вод. Теперь здесь необходимо построить навес, чтобы осадки не попадали в источник и не загрязняли его. Для этого вновь требуется помощь горожан. В эту субботу я всех желающих приглашаю на святое дело собраться у поста ГАИ в 10 часов утра с орудиями труда, естественно, пилы, лопаты и снова отправиться на родник. Самые хитроумные автолодельцы живут по адресу Таховская, 24. Эту новость в рубрику «Городские репортеры» прислал сегодня зареченец Валерий Першин. Почему хитроумные, становится понятно, когда смотришь на фотографии городского репортера. На этих кадрах новая стоянка возле дома, построила которую администрация Заречного. Но стоянку некоторые горожане решили, видимо, приватизировать и нарисовали на асфальте номера своих машин. Теперь никто другой на пронумерованное место поставить свой автомобиль не может. По этому поводу с жителями 22-го дома уже был конфликт. К тому же, то, что эта разметка незаконна, подтверждают и в администрации, и в ГАИ. Тем не менее, борьба за место на стоянке между горожанами грозит перерасти в рукопашную. Зареченцы, которые уже сталкивались с подобной наглостью соседей, советуют привлечь к разрешению этой ситуации участкового. В минувшие выходные в Заречный съехались четвероногие питомцы со всей России и Казахстана. Во Дворце культуры Ровесник прошла вторая международная выставка кошек. Кто и как представил наш город и что такое кошачье стеснение, узнаете в сюжете. Зареченка Виктория предтостилась кошкам два года назад. Однажды пришла на одну из кошачьих выставок просто так из любопытства, а ушла с твердой целью завести котенка породы Мейн-Кун. Сегодня представляет двух любимцев. Еще четверо ждут хозяйку дома. У каждого из них уникальный характер и привычки, уверяет Виктория. Иногда даже вредные. Любит разгребать водичку лапами, значит, любит муркать постоянно, спит только со мной. Света к вниманию уже давно привыкла. В ее коллекции наград – международное звание лучшей кошки своей породы. А вот у ее друга Балу еще все впереди. Коту всего 11 месяцев. И проявлять хозяйке ласку пока стесняется. Слишком много свидетелей. Правда, здесь немножечко трусик, но так сам по себе кот, конечно, очень ласковый. А вот шотландские котята публику ничуть не боятся. Игривые и спокойные. Сегодня им удалось покорить немало зрителей. Молодая мама Екатерина даже задумалась о том, чтобы купить домой шотландского питомца. Мне вот понравился вот этот котен шотландский. Может, даже сегодня я куплю. Всего в ДК можно было увидеть около ста пород. Поговорить с владельцами, обменяться контактами. В Заричный съехались любители кошек со всей России и Казахстана. Это уже вторая выставка в нашем городе со статусом международная. До этого мы проводили городские выставки кошек. Их было семь. А сейчас заключили официальные договора. С филинологическим центральным клубом мы находимся в Германии. И теперь мы имеем право проводить международные выставки кошек. Организаторы обещают, в следующем году иностранных гостей станет больше. А следовательно, у питомцев Зариченки Виктории появятся новые конкуренты. Сегодня же кошка Света вошла в десятку лучших животных выставки. За первое место она сможет побороться уже через полгода. Теперь встречи с четвероногими будут проводиться два раза в год. Данил Кельдушевский, Мария Морозова, Александр Кузнецов, Иван Козырев. Детали дня. А теперь пришло время рассказать о погоде на среду. Прогноз от агентства Гесметио. Завтра, как и сегодня, будет пасмурно и прохладно. И весь день небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 6, днем плюс 5. Днем синоптики обещают на 2 градуса теплее. К вечеру столбик термометра вновь пойдет вниз и остановится на отметке 5 градусов выше нуля. Ветер завтра будет северо-западным от 4 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление не превысит 737 миллиметров ртутного столба. Мне остается только напомнить номер телефона нашей редакции 7 11 72 и адрес нашего сайта зар-тв.ру. Звоните, пишите, сообщайте обо всем интересном, что происходит с вами или вокруг вас. Делайте новости вместе с нами. И на сегодня это все детали. Встретимся завтра в 19.30 на телеканале Заречный ТВ. Субтитры подогнал «Симон»!